Можно стрелять, можно разговаривать, можно убегать, можно прятаться, можно шантажировать и так далее. Палитра просто вот такая. Подробно показывает, насколько улучшающиеся условия жизни, труда, прав человека и так далее в системе образования остаются полностью незамеченными за счет того, что наша новостная повестка в нашем бабле всегда концентрируется вокруг негативной повестки. Всегда. Ой, такая абсолютно элитарная штука. Чуваки из Кремниевой долины собрались где-то там за приятным бокалом виски или бутылочкой камбучи, не знаю уж какой у них там тип предпринимателя. Вот это я понимаю, японцы. Вот это чистота. Вот это лин на производстве. Это я понимаю. Ну, в общем, друзья, всем привет. Это подкаст «О смысл». И мы тут, как всегда, Тимур Жабаров. И Маша Иванова. И мы тут разговариваем про гуманистические ценности, которые остаются и развиваются в нашем новом быстром меняющемся мире. Про антропоповорот, упаси Господи, и прочие штуки, которые нас заботят в мире настоящего и будущего. А сегодня нас особенно заботит история про межкультурную, упаси Господи, коммуникацию и как вообще в нашем современном прекрасном мире люди общаются и будут продолжать общаться. И как изменения, которые происходят, на это влияют или нет, становится мир ближе или, наоборот, мы удаляемся. Ну и в общем, как люди, которые произошли из разных страновых, культурных и языковых контекстов, продолжают строить мир вокруг. И поговорим мы сегодня про это с прекрасной, замечательной и обожаемой Кристиной Рокпельд, нашей прекрасной подругой, специалистом по межкультурной коммуникации, синхронным переводчиком и человеком, который, мне кажется, сделал для того, чтобы российские специалисты были представлены в международном контексте больше, чем кто-либо в нашей стране. Вот такая вот заявочка. Кристина теперь на ответ, стойте. Вот это паночка. Всё, друзья, сворачиваем. Дальше вы без гостя общаетесь. Всем привет, друзья. Большое спасибо за представление, за приглашение Маши Тимур. Немножко переживаю, когда начинается диалог с слушателями, с читателями, со зрителями, со слов. Сегодня проговорим про межкультурную коммуникацию. Сразу такое сердечко ёкает и думаешь, ой, а если сейчас все развернулись и ушли, потому что это было какое-то мамбо-джамбо непонятное. Как ты думаешь, нам надо рассказывать о том, что это такое? Да, это был мой первый вопрос. Я знаю, что хотел сказать. Первый вопрос, который у меня был, он про то, когда я слышу межкультурная коммуникация, я понимаю, что часто у людей слово без межкультурная, а просто коммуникация, вызывает первую волну вопросов. Типа, мы вот болтаем, это мы уже коммуницируем, а вот мы тут руки друг к другу пожали, а в кровать друг к другу забрались. Это как бы тоже коммуникация? Это как бы где граница? А как только туда добавляешь ещё какой-нибудь эпитет межкультурная, ну всё, в общем, аудитория отвалилась. Поэтому вопрос такой двусоставный. О чём речь? Как тебя вообще занесло в это тематическое поле? Вот это вопрос. Вопрос на все сто. Тимур, Маша, скажите, а у нас подкаст 18+. Он 18+, в смысле мы иногда ставим меточки такие типа «всё можно», так что сегодня, Кристина, всё можно. Вот это да. Всё в рамках, по крайней мере, законов. Уголовного кодекса. Да-да-да, хотелось сказать. Осталось только понять уголовного кодекса, какой страны, понимаешь? Да, с учётом того, что мы все очень по-разному сейчас расположены. Всё разных в России, Грузии и Дании. Всё так. А может быть, ещё американскому законодательству, потому что в том числе пишемся в Zoom. Ну что ж, тоже, мне кажется, отличный заход на тему межкультурной коммуникации у нас с вами случился. Почему спросил про 18+, потому что Тимур, в отличие от большинства ведущих или авторов разных подкастов или стримов, которые меня куда-то приглашают, сразу вспомнил про постельные отношения. Мы в постель друг к другу залезли, это тоже межкультурная коммуникация. Вот буквально на днях столкнулась с исследованием о том, как разные культуры проявляются в постели. В частности, замеряли уровень громкости отношений постельных между представителями разных стран. Но! Срочно ссылку в студию, Кристина. Вот, минуточку, минуточку. Я положила в бэклог себе эту статью, внимательно хочу её изучить, потому что у меня есть ощущение, что там немножко считенное исследование. В отличие от какого-нибудь Masters of Sex, в котором всё очень детально и подробно лагировалось, и там, не знаю уж, простите, двойной слепой или какой-нибудь там не двойной, а может тройной слепой. Какое угодно исследование делалось. У меня есть подозрение, что оно могло быть не совсем адекватным, но согласно первым выборкам, бразильцы самые громкие с точки зрения вот этой вот постельной коммуникации. Но ещё раз повторюсь, хочу всегда следовать правилу проверки любой информации статистической. Вот такой хочется, чтобы она была не очередным способом навесить стереотип на какую-то культуру, на какую-то общность, а всё-таки действительно опиралась на настоящее научное знание. Ну или, по крайней мере, на личный опыт. В том числе, когда мы говорим про межкультурную коммуникацию, многие задают вопрос, это вообще наука или нет. С одной стороны, да, потому что мы находимся на пересечении культурологии, социологии, антропологии и многих других логий, и вроде как используем статистические данные, глубинное интервью и очень много разных способов оценить, оцифровать, отследить, сравнить разные проявления человеческого общения между представителями разных культур, как ты правильно заметил, национальных, этнических, языковых, религиозных, поколенческих и других, профессиональных в том числе. Но, с другой стороны, всегда есть вот этот вот флёр и большой соблазн стереотипизировать, навешать на всех ярлыки, поставить всем на лоб печати, так, чтобы места не осталось, и говорить, что американцы все закладывают ноги на стол, кричат и громко разговаривают, машут руками. Японцы кланяются до пола, в случае, если кланяются старшему поколению, кланяются на 45 градусов, если здороваются с равными себе, при общении с детьми всего лишь наклоняют голову, и это происходит всегда, и у всех японцев одинаково, а все русские имеют grumpy face и не умеют разговаривать по-английски. Хотя какое, вроде, отношение это имеет к межкультурной коммуникации, знанию их языка? Но, на самом деле, всё это имеет отношение к межкультурной коммуникации, и всё это абсолютно не равномерно распределено по той или иной группе, о которой мы говорим. Да, если, несмотря на то, что у нас есть статистика, у нас есть исследования, масса практического опыта и примеров, мы никогда не можем сказать, что согласно вот этой статистике мы выяснили, что все китайцы будут вести себя ровно так, а все итальянцы будут вести себя ровно наоборот. Или все представители международного консалтинга исповедуют вот этот паттерн коммуникации, а все юристы на свете ведут себя иначе. Потому что у нас всегда есть личная особенность, всегда есть особенность характера, всегда есть особенность контекста, всегда есть особенности того, не просто где вырос человек, но где он провел много осознанного времени, какие паттерны он в себя осознанно впускает или не впускает. В общем, очень много всего ненаучного, как говорится, на кончиках пальцев. Именно поэтому лично я, по крайней мере, для себя приняла решение, пока оставаться в практической плоскости, не ходить за академическими статусами, титулами, и не погружаться исключительно в теорию, а здраво брать для себя некий пласт теоретического знания и работать на практике, помогать людям общаться с представителями других культур, проявлять себя, проявляться эффективно и уважительно по отношению к другим. Ну и, наверное, за счет этого, в частности, немножко делать мир более, я бы сказала, уважительным ко всем вокруг, понимающим, эмпатичным и менее шовинистичным. Это, конечно, громкие слова для человека, который консультирует не миллионы и не сотни тысяч, а работает лично с топами, с фаундерами, с небольшими командами, с небольшими аудиториями, которые интересуются этой темой. Но, тем не менее, у меня далеко вперед идущие планы. Я понял, что межкультурная коммуникация – это, с одной стороны, про науку, а с другой стороны, про личный опыт и про каждого отдельного человека. Еще я понял, что мы, конечно, обобщать-то обобщаем, каждый отдельный представитель, вообще-то, обладает личностными характеристиками, которые его могут прям сильно выделять от группы. Ну, тогда возникает вопрос, а тогда зачем вообще обобщать? Ну, давайте-то вообще забудем про то, что есть какие-то группы и категории причастности, и перестанем строить какие-то теги, привязанные к группам. Наверное, ведь от этого станет проще или нет? Отличный вопрос. Я думаю, что до того, как появились статистические исследования, выборки и попытки описать те или иные характеристики стран народов, этнических групп, языковых групп и так далее, люди действительно старались смотреть и полагаться на то, что находится перед ними, перед их глазами. Вот приехал какой-то посол заморской страны, а что он из себя представляет? Да нет, у нас никакой выборки, как в этой заморской стране. Пьют, едят, разговаривают, жмут руки или кланяются. Каким образом дают обратную связь и вовремя ли приходят навстречу? Но в какой-то момент, во-первых, с появлением большей прозрачности, ещё большей связности между разными странами и народами, возник вот этот, с одной стороны, соблазн, с другой стороны, интерес обобщить по национальному признаку и как-то облегчить себе жизнь, снавигировав себя хотя бы по какой-то карте для того, чтобы в первом приближении иметь представление о том, а с чем мы можем в среднем по больнице столкнуться. Да, мы можем себе представить, что, скорее всего, марокканцы будут опаздывать навстречу. Ну, просто потому, что такой паттерн, так называемого гибкого времени, flexible time. Люди относятся ко времени как к текучей жидкости, да, не как в Швейцарии, ровно-ровно придём вовремя, за пять секунд до начала подгадаем так, чтобы и не опоздать, и слишком рано не прийти. В общем, будем тютелька в тютельку, как говорится. Здесь, кстати, в Дании впервые в жизни увидела, что на станциях метро, на табличках возле поездов указано не просто через сколько минут придёт поезд, но указано в том числе до половины минуты. Придёт через две с половиной минуты поезд. Вот это тоже очень специфическая особенность. Нигде и даже в Австрии, Швейцарии и Германии такого не видел. Так вот, приезжая в Марокко, мы, по крайней мере, экипированные этой картой, можем иметь предположение, что то, что марокканец опоздает на полчаса, это не неуважение к вам, это не его попытка вас опрокинуть, это не его попытка произвести на вас какое-то впечатление в переговорах, чтобы заставить вас ждать, нервничать, и потом воспользоваться этим вашим нервозом и напряжением. Это, скорее всего, особенность местности, а значит, к ней нужно относиться соответствующе. Дальше выбор за вами, относиться к этому или не относиться. То есть статистическая ценность есть как минимум в этом, то есть опора на стереотипизацию, на какую-то кластеризацию, не на стереотипизацию, а именно на кластеризацию, на обобщение есть именно в этом. Ну и плюс, когда у тебя есть некий критерий, по которому ты обобщаешь. Вот эти культуры иерархичные, а вот эти эгалитарные. Вот эти могут себе эмоциональное раскрепощение позволить, а вот эти, скорее всего, нет. Ты хотя бы начинаешь чуть-чуть ещё и про себя понимать. А я-то вообще какой? А что про меня в этом? А как я веду себя по отношению к другим людям? Как они меня воспринимают? Что я могу сделать, чтобы в следующий раз наша коммуникация, наша работа, наша жизнь, в конце концов, стала лучше? Потому что это ведь не только про подписание контракта в Японии. Это ведь и про то, как мы сосуществуем, соседствуем, сожительствуем с другими этническими, профессиональными, другими группами, которые рядом с нами находятся на каждом шагу. Даже если вы находитесь в глубокой России, как говорится, так или иначе, межкультурной коммуникации вам не избежать. В общем, Маша, когда в следующий раз я буду опаздывать на встречу на полчаса? Я буду говорить, что ты марокканец. У меня такой вопрос. Как бы я не могу игнорировать в целом всё, что сейчас происходит в мире и задам такой ракурс. А вот насколько... Провоцируй, Маша, провоцируй. Насколько сейчас вообще развита культура диалога между странами? Есть ли сейчас в этом какая-то гуманистическая подоплёка? Потому что как-то вот в декабре 22-го года немножко грустновато смотреть в целом на повестку, не вдаваясь в подробности. И такое ощущение, что нет связности, как-то понижается, что ли, тренд на взаимодействие и на взаимодействие именно в гуманистическом ключе. Вот можешь как-то рассказать из твоего опыта, из того, что ты видишь, как обстоят дела в этом поле? Спасибо, Маша, за очень ценный вопрос. Крайне ценю, когда про это спрашивают, потому что соблазн закрыть глазки, спрятать голову в песок и сказать, нет, это всё хорошо, весь мир коммуницирует, ничего не происходит, всё отлично. Это большой соблазн, и вижу, что многие в него улетают. Мне как-то очень не хочется в него улетать. Хотела до начала твоего вопроса пошутить, когда Тимур сказал, провоцируй, провоцируй. Маша вспомнился о Jean Provocateur. Но не будем, тема слишком серьёзная для того, чтобы о таком шутить. Ты знаешь, наверное, начну с того, что есть интереснейшие исследования, и вот там точно есть чёткая научная база под него. Не стало, кстати, его смотреть перед началом нашей сегодняшней беседы. Как-то оно не вспомнилось мне. Но потом обязательно положим ссылочку, и можно будет ознакомиться с более подробной интерпретацией, не исключительно с моих слов, что есть разные культуры, которые по-разному относятся к диалогу с теми, кто им неприятен. Очень интересно. Это очень интересная правда, потому что мы в бизнес-среде привыкли говорить о том, что есть, опять же, пунктуальные и менее пунктуальные культуры, регалитарные иерархичные, культуры, которые ценят консенсусное принятие решений и принятие решений сверху вниз. И много-много таких вот разных, ценных, абсолютно бизнесовых, как говорится, just business, nothing personal, шкаф. Есть удивительные и интереснейшие исследования о том, как в разных культурах относятся к диалогу с теми, кого считают недостойным диалога. Например, к прословутым переговорам с террористами. Если взять условно-американский дискурс, переговоры с террористами в среднем по больнице воспринимаются как нечто полезное. Потому что это может дать нам, с одной стороны, больше информации о террористах, это может выиграть нам время, это может нам позволить принять более взвешенные решения, это масса разных положительных аспектов поднимается, потому что так или иначе мы мало что теряем, мы, может быть, здесь что-то приобретаем, но вряд ли оказываемся в еще большем состоянии заложников у этих самых террористов. При этом в России, например, есть ситуация ровно обратная. Когда мы говорим о тех, кто нам неприятен и несимпатичен, диалог с ними считается позорным, неправильным, предательским и так далее. Да, я вот, прости, пожалуйста, я в этом месте вспомнила документальный фильм Гордеевой о Норд-Осте. Я, поскольку совершенно ничего не знаю об этой сфере, но я человек, который, как я к 42 годам разобралась, у меня как-то вот есть ценность уважения к человеческой личности, да, и попытки наладить взаимодействие вне зависимости от ситуации. И меня, признаться, удивило. Ну и я уже к тому времени, конечно, знала, что есть культура силы, да, культура силы в переговорах и культура вин-вин, что это две разные культуры. Меня, честно говоря, вот удивило. Ну, то есть я понимаю, что есть некие технологии, да, с помощью которых можно как минимум снизить риски, да, если уж не выиграть, да, если уж не, там, обезопасить полностью, то как минимум снизить риски. И получается, что это всё базируется, а на чём, кстати, вот это вот базируется, то есть от чего, от чего зависит вот это отношение? Я боюсь, что там очень много факторов, и мы сейчас, если начнём все перечислять, не закончим. Признаться честно, скажу, что здесь нельзя абсолютизировать американский подход и говорить, что всё так радужно и прозрачно, все радостно бегут жать руки террористам, выстраиваются в очередь на проведение переговоров и так далее. Ведь на самом деле и там, и там существует очень сильная, яркая и вполне себе прозрачная система дегуманизации тех персонажей, которые воспринимаются нами как злодеи, да. Ни в России, ни в Америке не говорят «террорист was killed» или «был убит известный террорист». Чаще всего говорят «террорист was neutralized». Либо был уничтожен, либо был нейтрализован, либо ещё какие-то вот такие дегуманизирующие на самом деле слова используются. То есть и там, и там есть эта отстройка от субъекта, с которым мы не хотим солидаризироваться, и там, и там есть некая дегуманизация, там, и там есть система отхода от, отстраивания себя от этой личности, которую уже личностью-то не воспринимают. Но тем не менее… Ну, конечно, потому что куда приятнее есть говядину, чем корову. Конечно, однозначно. Всё так. Очень, кстати, ценный и хороший пример. Возьму его на вооружение в качестве иллюстрации. И, собственно, возвращаясь к вопросу о том, откуда растёт эта история, есть, кстати говоря, не только две культуры силы и win-win, там, условно, игры с положительной суммой, есть ещё и культура торговли. Там, где другой субъект априори воспринимается, возможно, интересно тебе, потому что с ним можно поторговаться. И это вообще отдельная культура, да? Отдельный тип взаимодействия. Я думаю, что, в частности, эта история связана с так называемым сохранением лица. В России, когда мы выходим в коммуникацию, это обязательно означает, что мы каким-то образом солидаризируемся, объединяемся и встаём на сторону человека, с которым мы взаимодействуем. И если мы это делаем со страшным, ужасным террористом, врагом и так далее, то мы как будто теряем лицо и как будто бы каким-то образом с ним синхронизируемся. В Америке же воспринимается это немножко иначе. Это воспринимается как технологический акт. Коммуникация — это всего лишь один из способов добиться своего желаемого результата. Можно стрелять, можно разговаривать, можно убегать, можно прятаться, можно шантажировать и так далее. Палитра просто вот такая. Да, у нас палитра в данном значении оказывается уже. И я всегда-всегда, когда работаю, что в частном порядке консультирую, что большие какие-то лекции веду или семинары, всегда стараюсь подчеркнуть, что для каждой конкретной культуры своя выработанная форма всегда была адаптивной. То есть это как, прости, пожалуйста, плохая аналогия здесь будет, некорректная, но я думаю, наши слушатели отлично справятся с интеллектуальным упражнением отстройки и поймут, о чём я говорю, это как поведение после травмы становится адаптивным для дальнейшего существования индивида. Дальше становится вопрос, когда ситуации, контексты изменились, это поведение, посттравматичное, оно до сих пор адаптивно или нет? Так вот, точно так же, как каждая культура реагировала на свои сложности, вызовы, которые вставали перед ней, адаптивным образом. И если в какой-то культуре оказалось нормальным опаздывать на полчаса, в какой-то культуре оказалось нормальным разговаривать с террористами или не разговаривать с террористами, дальше возникает вопрос, адаптивно ли это до сих пор. Я не хочу ни в коем случае упрекать какую-то культуру в том, что она неправильная, плохая, ущербная, в том, что она выбирает такие или такие методы. Чаще всего мы не то чтобы их осознанно выбираем на самом деле, они как бы в нас вплетены, как наш культурный код. Дальше возникает вопрос, признаём ли мы это, понимаем ли мы это, видим ли мы сравнение себя с другими и можем ли мы на это как-то осознанно влиять, сохранять, немножко адаптировать, видоизменять или вообще от этого отказываться, двигаться в другую сторону, если контексты поменялись, какая-то другая форма поведения становится более применимой. То есть культура фиксирует какие-то способы поведения ровно так же, как человеческая психика. Ты такую аналогию проводишь. У нас в детстве возникает какой-то опыт, возникает импринт, и мы дальше при возникновении подобной ситуации повторяем, повторяем привычную стратегию. Похоже, но то, как я слышу, то, как ты это объясняешь, если в культуре какой-то способ поведения приводил к желаемому результату, он точно так же сохраняется, но уже не в психике одного человека, а в некотором культурном коде. И что это для меня означает? Что если это так, то на уровне действия одного человека, конкретного Тимура, который прямо сейчас разговаривает, это будет означать, что помимо собственных стратегий, которые он на сеансах психотерапии разбирает в опоре на отношения с родителями и каким-нибудь там детским контекстом, есть еще часть стратегий, которые относятся уже не к детству, а просто к месту, то есть к той культуре, в которой я вырос, и они как бы невыбраны. Я являюсь их непосредственным транслятором. С одной стороны, да, если говорить Тимур в психологическом дискурсе, то в принципе твой комментарий корректен, но я просто хочу отдельно отметить, почему мне показалось важным сказать, что наши высокообразованные и понимающие слушатели однозначно справятся с этим упражнением. Я ни в коем случае не хочу сравнивать контекст или пространство, или историю каждой конкретной страны и культуры с травмой. Травма априори не во всех психологических школах воспринимается как нечто исключительно негативное, насколько мне известно. Но я не психолог, и поэтому не хочу и не буду лезть немытыми руками в чужую операционную. Но здесь важно подчеркнуть, что контекст, который был у страны, у народа, у этнической группы, у языковой группы и так далее, вовсе не обязательно был как бы травматизирующим в каком-то прямом смысле. Он каким-то был, да, и ты действительно являешься его носителем, транслятором и часто ретранслятором. Но другой вопрос, нужно ли тебе это прорабатывать с психологом, коучем, с консультантом по типу меня или с кем-то еще, если на текущий момент в твоих формах общения, в твоих паттернах общения все и так работает. Зачем менять работу еще? Другое дело, если ты начинаешь сталкиваться с кем-то совсем другим или имеешь большое желание выйти за пределы своего бабла и начать активно коммуницировать, добиваясь каких-то значительных результатов не в режиме туриста, а в режиме актора на международной арене, то в этом смысле, конечно, тебе так или иначе придется об этом как минимум задуматься, либо ты будешь обречен взаимодействовать только с теми, с кем твои культурные паттерны, условно, как, знаете, как тело и антитело в популярных книжках про иммунитет рассказывают, как антитела у нас цепляются нужным ключочком за ту или иную молекулу, если я правильно помню. В данном случае также ты будешь вынужден общаться только с теми культурами, с которыми тебе комфортно по совпадающим паттернам. То есть, грубо говоря, ты сможешь легко работать, допустим, в определенных плоскостях с турками или с греками, но будет очень тяжело взаимодействовать, например, с канадцами или с японцами. А в других направлениях, например, не знаю, пить тебе будет комфортно с израильтянами, а строить какие-то рабочие отношения тяжело с итальянцами. Слушай, а вот если вернуться к диалогу и к тому, насколько сейчас вообще, в принципе, есть вот этот тренд на взаимодействие, может быть, ты можешь привести какие-то примеры или какие-то исследования? Вот я вспоминаю Стивена Пинкера и его прекрасную книгу о том, что насилие в мире стало меньше, и тут все, значит, в 22-м году дружно стали ехидничать про Флипинкер и все остальное, но в целом он приводит статистические данные, что уровень насилия цивилизационно снижается. А вот если говорить с точки зрения коммуникации и настроенности разных культур на диалог, можно ли проследить какую-то закономерность, на какую-то динамику, позитивная ли она, есть ли вот этот тренд на сближение, на понимание, что все мы в одном мире и классно было бы нам всем взаимодействовать в позитивном, конструктивном, продуктивном ключе и так далее. Действительно, Флипинкер — это первая фигура, которую хочется здесь упомянуть, и давай тоже будем чуть более аккуратны с высказываниями про него, потому что, с одной стороны, его очень многие критикуют, значит, от Талиба, заканчивая всем, кому не попадя, кому не нравятся его выводы, и многие говорят, что он там как-то это, аккуратненько обкошлял статистику и пошуршал где-то там по архивчикам, так себе все перевернул, что, в общем-то, все это его статистические выкладки, они немножечко перетянуты, не в ту сторону, да, затянуты. С одной стороны, да, с другой стороны, сам Пинкер и его сторонники, я бы так сказала, люди, которые стоят на той же позиции, очень много и часто отвечают на вопрос о том, посмотрите, пожалуйста, на то, что это конкретное событие не меняет общий тренд, который очевиден, да, и по данным Our World in Data, очень известный источник, которым пользуются все, от университетов Стэнфорда и Гарварда до BBC Guardian Science и так далее. По их подсчетам, пожалуйста, в XIV веке в среднем убивали 40 людей на 100 тысяч населения, в наше время меньше одного убийства на 100 тысяч населения, причем это не только касается войн, но и в целом общего уровня насилия, да. Плюсы, сам Пинкер и его сторонники четко отвечают, что текущая реакция на военные или любые другие события по всему миру, неважно, какие разные обстоятельства мы берем, в какой стране, в каких масштабах, они так или иначе все равно, вот эта реакция демонстрирует возросшую нетолерантность к насилию. Она демонстрирует, что мы не готовы смириться с жестокими убийствами, мы не готовы мириться с несправедливыми, милитаристическими любыми другими военными обстоятельствами. Мы не готовы в принципе терпеть ни как люди сами по себе, отдельные человеки, ни институции, ни даже компании не готовы к этому толерантно относиться. Другой вопрос, что, конечно, каждая военная компания или любая другая история с насилием, неважно, террористический акт или что-то подобное, она в каждой конкретной стране и в каждом конкретном контексте в разных религиозных группах, в разных этнических группах воспринимается по-разному. Но опять же, есть общий тренд, и мы можем приложить ссылки на того же Пинкера и на другие данные, которые демонстрируют нам более высокий уровень нетерпимости к подобного рода конфликтам, которые переходят из словесного поля в физическое. Это первый важный пункт. Второй важный пункт это то, что каждый из нас обладает очень, к сожалению или к счастью, неважно, это очень объективные данные, обладает очень узкой выборкой данных, потому что журналистика оперирует, естественно, громкими заголовками, причем, чем более страшные радикальные события нам показывают, неважно, опять же, в какой юрисдикции мы находимся, тем больше внимания привлекается к той или иной новостной повестке. В этом отношении я еще очень хочу порекомендовать книгу Factfulness Ганса Рослинга, известного шведского исследователя, тоже положим давайте нашим слушателям ссылку, получаю от нее огромное удовольствие каждый раз, когда перечитываю и рекомендую своим клиентам, они тоже остаются в восторге, говорят, что это книга, которая перевернула их мир. Почему? Потому что она нам подробно показывает, насколько улучшающиеся условия жизни, труда, прав человека и так далее в системе образования остаются полностью незамеченными за счет того, что наша новостная повестка в нашем бабле всегда концентрируется вокруг негативной повестки. Всегда. Плюс есть третий фактор. Наш бабл, он так или иначе все равно страновой, языковой, этнически, национально обособленный. Даже если мы суперкосмополитичные люди, если так получилось, что мы по своей работе не вынуждены целыми днями читать международные сводки, изучать международную статистику и подсматривать в разные щелочки за разными международными событиями, происходящими, причем действительно международно, а не только в крупных финансовых или политических центрах мира, то мы с вами просто не видим на самом деле, какой тренд происходит за окном. Мы видим только то, что важно в нашей локации, в нашей конкретной стране, в нашем языковом сообществе и прочем. Соответственно, мы так или иначе не до конца замечаем или даже не отдаем себе отчет в том, что на самом деле за пределами этого бабла, например, за пределами русскоязычного мира другие повестки встают на самом деле. Если мы даже возьмем опять же текущую ситуацию, уже летом большая часть международных газет писала больше всего не о том, о чем вы можете подумать, а уже летом большая часть международных газет, каналов снимала информацию об аномальной жаре в Индии, о том, сколько человек погибло от этой ситуации. Потом начались наводнения в Пакистане и далее, и далее по списку. Внимание мира было приковано в том числе к другим повесткам, и там очень активно работала международная служба поддержки, очень активно работали международные силы, международные организации поддерживали эти страны точно так же, как они поддерживают жертв разных других неприятных обстоятельств. И, соответственно, получается, что на самом-то деле где-то там за поворотом кооперация разворачивается и не может не разворачиваться ввиду объективных экономических причин, ввиду объективной связанности мира, которая случилась благодаря в том числе глобализирующейся экономике, удобному транспорту и понятному способу общения между людьми через интернет. Но нам может казаться, что эти процессы останавливаются, разворачиваются или идут в обратную сторону, просто потому что мы сейчас это так видим. Да, последняя мысль здесь, хотя, мне кажется, тут Кристина и ФМ может очень долго вещать. Мне очень симпатичен этот дискурс, но надо в какой-то момент остановиться, поставить хотя бы многоточие. Хочется сказать, что мы вот во всей этой ситуации не можем не сравнить и не увидеть большую разницу между тем, что происходило, например, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны и как относились к людям, которые оказались жертвами того или иного режима, допустим, которые оказались носителями того или иного паспорта. Я бы не сказала, что глобально было такое прямо суперподдерживающее отношение, например, к немецким гражданам. Его вы можете оспорить сейчас на самом деле, как будто бы нет и глобально для российского паспорта. Но на самом деле, поверьте опять же моему опыту, посмотрите на не спонсированные пропаганды новости, посмотрите на не спонсированные пропаганды программы и процессы. Да, есть очень много элементов дискриминирующих, это факт, но по большей части в среднем население по больнице относится к носителю российского паспорта, прошу прощения, более чем адекватно. И вот здесь, будучи в Дании уже два месяца, я не встретила ни одного датчанина, который хоть как-то косо на меня посмотрел. Кроме эмпатии, поддержки и вопросов о том, чем можно помочь, я не встретила ничего. И можно, конечно, возразить, сказать, пх, детка, камон, нашла страну для примера, конечно, Дания, там все нормально, очень далеко, всего 380 или сколько-то тысяч беженцев, не, прошу прощения, вру, всего 38, по-моему, тысяч беженцев. Так, давайте проверим точное количество, прямо сейчас очень мне неловко, за то, что я некорректную цифру могу назвать. Очень незначительная зависимость от чужих энергоносителей, далеко находится страна, там, от границ горячих точек и так далее. Но, тем не менее, на самом деле, если посмотреть, опять же, в целом по статистике и исключить страны с очень резким и острым вопросом по отношению к красному паспорту, то вы увидите, что в целом общая тенденция такова, что никто не хочет обвинять граждан за их паспорт, никто не хочет проводить параллели и люди готовы к диалогу, не говоря уже о нейтральных странах по типу Турции, Эмиратов и так далее, куда мы с апреля вместе с моими клиентами предпринимателями приезжали, и у меня складывалось ощущение, что я живу в какой-то сюрреалистичной реальности, извиняюсь за тавтологию, реально в каком-то сюре, потому что мы приезжали в апреле 22-го года, приземлялись в Дубае, ездили потом в Саудовскую Аравию, много куда. Такое ощущение, что вообще ничего не происходит. Такое ощущение, что все арабы такие, а что случилось? А в чем дело? Все как хорошо было, так и есть хорошо. Приезжайте, давайте делать бизнес вместе. Вообще, как будто бы темы, о которой нельзя говорить, не существуют. Соответственно, вот этот опыт и эта практика и опыт и практика многих других моих коллег показывают, что на самом деле общий уровень готовности к диалогу вырос по сравнению с тем, как это было в 20-м веке. Слушай, а вот последний, наверное, вопрос про диалог. Я отдам уже микрофон Тимуру. У меня вопрос такой. Ты говоришь, что искажается восприятие из-за того, что мы смотрим новости, из-за того, что не то мы читаем. А если взять условно три-пять точек, на которые нужно смотреть, чтобы получить подтверждение, что происходит на самом деле, условно, про этот диалог, то куда смотреть? Единственное, что мне пока приходит в голову, это цели устойчивого развития ООН, на которые я там давно и плотно смотрю и смотрю, как они разворачиваются в реализации. Но, может быть, я не туда смотрю и точно есть что-то еще. На что стоит смотреть, чтобы получить вот это самое подтверждение про кооперацию культур? Очень хороший вопрос. Спасибо. Я, наверное, скажу так, что тот, кто захочет найти следы разобщающегося мира и разрушающегося диалога, точно найдет в себе достаточно примеров. Точно так же, как мы, которые, как и Пинкер, пытаемся смотреть через линзу такого оптимистичного реализма, мы тоже найдем в себе очень много примеров и способов добыть подтверждение. Причем хочу сделать маленькую сноску к своему прошлому комментарию. Скажу, что, конечно, сравнивать отношения к условным немцам прошлого века тоже очень сложно, потому что никто не проводил статистических выборок и опросов, а как вы относитесь к людям с немецким паспортом в разных странах. Да, тут тоже очень сложно исключительно полагаться на какие-то документальные фильмы, книги и прочее, прочее. Но, тем не менее, как бы и есть попытка обобщать, и я пытаюсь это делать. Сейчас, опять же, в дискурсе того, что диалог открывается, отношения меняются, и люди готовы к общению. Что касается подтверждений и статистики, то прежде всего можно и нужно смотреть на несколько показателей. Первое — это крупные международные проекты глобальных команд, межкультурных команд, прежде всего в науке и технике. Мне хочется смотреть, например, на проекты освоения космоса, на междисциплинарные научные группы, на работу над крупными объектами по типу ЦЕРНа. Честно скажу, что я довольно эмоциональный, чувствительный, сентиментальный человек, и меня довольно легко пробить на слезы, когда я вижу что-то щипающее за душу и за другие части тела, и умилительное. Я реально практически каждый раз плачу, когда я смотрю кадры с МКС. Каждый раз плачу, потому что я вижу вот этих астронавтов, афронавтов, тайнафтов и разных других нафтов с нашивками разных стран, разных флагов, и меня реально пробивает на слезу от того, какой это великий прогресс человечества, когда у тебя на орбитальной станции крутятся люди самых разных стран, и они вместе обслуживают вот этот гигантский механизм, который является brainchild of humanity, по сути, интеллектуальным плодом всего человечества. Посмотрите на крупные интеллектуальные открытия, которые делаются, по большей части они все делаются не командой американцев в Гарварде. Во-первых, они делаются в разных университетах мира, во-вторых, посмотрите, пожалуйста, насколько они смешаны. Это первый интересный, на мой взгляд, статистический фокус. Второй, посмотрите, пожалуйста, как происходит принятие других, в кавычках, других, отличных от локального населения в разных странах в качестве экспатов. Как много появляется экспатов по всему миру в самых разных странах. Взять, например, те же страны Персидского залива, там, в тех же Эмиратах, например, 80% населения это экспаты. И к этой стране есть масса вопросов в отношении, по сути, социального неравенства, когда у тебя есть золотая прослойка, которая наслаждается богатством, и есть остальная рабочая сила, которая работает часто за бесценок. И мы, кстати, видели эти, лично я видела эти районы, где люди живут, там, по 20 человек в одном общежитии, практически в центре Дубая работают за 250-300 долларов в месяц. Но, тем не менее, посмотрите, насколько много смешанных городов появляется на планете, насколько мы активно принимаем и впускаем в свою жизнь представителей других стран и культур, и хочешь, не хочешь, но там этот диалог появляется и проявляется. Я сейчас подумала, что вот виза D7, которую Португалия, по-моему, со следующего года внедряет, это тоже своего рода показатель, я просто никогда об этом не думала таким образом, а виза D7 для намадов, то есть это такие open gates для интеграции других культур, по сути. Digital намады, да, и причем это не только португальское изобретение, есть Global Talent Visa, есть очень много других вариантов, и они перемещаются уже за пределы научного сообщества, где вот это вот сообщество интеллектуальное, Community of Letters, оно всегда ведь было мультинациональным, открытым, наука не живет в изоляции, она всегда глобальна, в данном случае за пределы науки это уже давно выплеснулось, и мы теперь в бизнесе, и в социальной среде видим готовность инкорпорировать других людей из других стран культуры языков, готовность быть к ним более открытым. И мне кажется, что еще очень важный показатель, часто скандинавские страны считают не без основания передовыми странами в отношении социально-гуманитарных и других практик. И здесь, например, очень распространены форматы, в частности, в Америке есть то же самое, но в Америке сам Бог велел, поскольку нация формировалась как лоскутное одеяло, как большой melting pot, плавильный котел из представителей разных стран культур. Кстати, тоже хороший пример того, что целая нация была собрана вот по такому принципу. Пожалуйста, здесь появляются программы и курсы для мигрантов, которые могут продолжать заниматься изучением своего национального языка, например, в воскресной школе, в случае, если они ходят в обычную датскую школу и при этом у них рвется связь с собственным языком. Грубо говоря, у тебя есть возможность, ты ходишь в датскую школу, учишься на датском и английском, допустим, у тебя есть возможность раз в неделю в воскресенье приходить и заниматься китайским, чтобы поддерживать связь с бабушкой в Китае, допустим. И сейчас неискушенный слушатель может подумать, что я тем самым занимаюсь какой-то пропагандой миграции и жажду, чтобы сейчас все резко слились в экстазе, смешались, переплелись, у нас появилась одна большая человеческая раса. Почему бы и нет? Звучит отлично. Для меня с тобой да, не для всех это идеальный сценарий и, скажем так, встает масса вопросов, как это может быть организовано, органично и бесконфликтно. Пока что это сложно себе представить, но тем не менее. Как будто бы мы здесь занимаемся, прости господи, пропагандой каких-то миграционных потоков, все должны переехать куда-нибудь и жить не в своей стране. Я считаю, что каждый волен жить вообще там, где ему хочется. И совсем другой вопрос, другого порядка, это как мы воспринимаем людей, которые почему-то решили с нами рядом жить, взаимодействовать, соседствовать, общаться, работать, если они принадлежат к категории другого населения. И как мы можем посмотреть на это через призму необходимого диалога и принятия. Мне кажется, что история про то, что да, мы живем в одной стране, да, мы учимся в одних школах, да, мы ассоциируем себя чаще всего с одним и тем же паспортом, но у вас другие этнические корни, поэтому, пожалуйста, не теряйте свою связь. Чем более diverse наша страна, чем более она разнообразна, тем больше в ней потенциала. Считает Скандинавия, считает, например, та же Канада, считает Австралия, и поэтому с большим интересом и с большим удовольствием принимает мигрантов из разных стран, причем чаще всего кватирует их, чтобы не было перекоса из одной и той же страны слишком большого числа переселенцев. вот мы как бы биологические автоматоны, и как бы это бесполезно отрицать, по крайней мере, на этом уровне развития технологий. Илон Маск и прочие компании Аля Ньюролинк и Синхра, не помню, как называется, вторая, которых основной конкурент, конечно же, работают над тем, чтобы брейн-то-машин, интерфейс быстрее появился, но мы, в общем, все еще ограничены 86 миллиардами нейронов, бла-бла-бла. И кажется, людей заботят в первую очередь вещи, которые к ним близки. Именно поэтому повестка про военные действия, про разного рода, про потопы, взрывы, наводнения, цунами или обмены, в общем, все что угодно появляется в повестке той страны, которая, собственно, в первую очередь касается, но потому что. И вопрос, который у меня возникает, я сейчас чувствую себя, знаешь, такой мартышкой на растяжке, понимаешь, такой, который одной рукой держит одну сторону, а второй другую, и вообще чувствует себя в этой растяжке достаточно нелепо. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что все мы это единая планетарная семья и как бы лучший человек на свете это Илон Маск, который снова сказал, что у нас есть общая мечта про, не в смысле вообще лучшей, а в смысле лучшей, как тот, кто подвесил планетарного уровня морковку, на которую теперь, на процессе реализации которой, вот в этом вот, в процессе бега могут объединиться многие-многие тысячи и миллионы людей. И таких морковок подвешено несколько его усилиями. И мне кажется, это большая заслуга. И вот на одном полюсе как будто бы вот эти вот идеи у меня находятся и сильно меня вовлекают, потому что мне кажется, что количество энергии, которое тратится на терки между странами, между какими-то группами, не направленными на общее благо, а направленными на благо какой-то отдельной группы, это, в общем, какая-то трата ресурсов. С другой стороны, вот вторая рука этой мартышки, она на стороне того человеческого счастья персонального, которое есть вот у меня, у тебя, у Маши, у каждого отдельного человека. И это персональное счастье, оно как бы очень условно связано с глобальными проблемами. То есть оно как бы жизнь происходит здесь и сейчас. То есть эту точку на карте здесь и сейчас можно выбрать любую. Это может быть Москва, Тбилиси, Копенгаген, не знаю, Хукет или любая другая. И слава богам и человеческому разуму и текущей договороспособности мировых лидеров, что у нас летают самолеты, у нас есть возможность переместиться практически в любую доступную часть на планете. Но вот ровно в тот момент, когда мы туда приземлились, мы как бы начинаем жить свою обычную, зачастую, большая часть людей, продолжать жить свою обычную такую житейскую жизнь здесь и сейчас. и все вот это вот, что за пределами 150 ближайших контактов, ежедневной рутины, бизнес-метерс, оно как бы постепенно растворяется. И может быть, это все вообще не важно. То есть, может быть, повестка глобализации, как некоторого обобщения, она важна при определенном масштабе деятельности человека, при определенном масштабе, не знаю, усилий или благосостояния, или ответственности, вызовок, с которым человек сам своей небольшой жизнью хочет справиться. И такая разница в разделяемых взглядах относительно глобализации, которая, кажется, коррелирует с этим самым масштабом деятельности. И обычно люди, которые становятся гражданами мира, это либо признанные эксперты в какой-то области, либо люди с приличным капиталом, ну, в смысле, это как бы не average job, а это зачастую люди, которые преуспели либо коммерчески, либо в пути самореализации. А для всех остальных, как будто бы, да и какая разница, что происходит на том конце света? Мой вопрос таков. Вот, простите за долгую подводку. Может быть, это попытка снова натянуть сову на глобус? Попытка кусок элитарной идеологии сделать массовой? Вот такой у меня вопрос. Очень интересно, Тимур, большое тебе спасибо. Много хочется ответить, отдельный подкаст записать в ответ на твой вопрос. Наверное, сделаю три комментария, сразу сделаю дисклеймер, что я не антрополог, не этолог, не специалист по биопсихологии, да, и не психолог, но правда, потому что здесь очень много вопросов, связанных с биологическими ограничениями человека. Но я могу сказать следующее. Первый комментарий в брошу как кубики лего. Собирайте сами из этого, что хотите. Думаю, что наши размышляющие читатели справятся с этой провокационной темой самостоятельно. У меня есть один чудесный знакомый, это венчурный инвестор, очень успешный предприниматель из Кремниевой долины. Когда-то я там жила, работала, и у меня была возможность во время одного из проектов по возвращении туда взять у него интервью. И он рассказывал очень интересный тезис о том, что он сейчас пытается инвестировать деньги в проект создания поселения на Луне. О, это такая абсолютно элитарная штука. Чуваки из Кремниевой долины собрались где-то там за приятным бокалом виски или бутылочкой камбучи, не знаю уж, какой у них там тип предпринимателя калифорнийского from bay area, как говорится. Кристина, я тебя обожаю. Пожалуйста, я просто хочу выразить тебе. Ну, правда, извините, но это так. Да, старый капитал, новый капитал. Они, значит, там договорились о том, что ключевым способом, самым эффективным остановить конфликты кровопролития на планете, что там помимо зарабатывания денег, еще такая большая гуманитарная эмиссия, является способ просмотреть, посмотреть на планету извне. Грубо говоря, у него есть такой тезис, что любой космонавт, любой космонавт, который когда-либо вылетал за пределы земной орбиты, возвращается на Землю совершенно другим. Я не очень уверена, что этот тезис нашел подтверждение после слов Терешковой, но, тем не менее, якобы, он воспринимает всю Землю как свой дом и воспринимает всю Землю как единый организм. И как бы it can't be undone, да, все, и уже развернуть вот этот фарш невозможно. Поэтому у него было желание как можно большее число людей вывести за пределы Земли для того, чтобы дать им возможность посмотреть на нее свысока и уже, как говорится, не с helicopter view, а с starship view, да, и посмотреть на эту историю немножко извне. И, возможно, тогда это дало бы нам стимул переоценить свою связность и оценить, насколько мы сильно связаны друг с другом, а не воспринимать это вот как бы своего узкого горизонта взгляда в прямом смысле этого слова. Второй тезис, к которому я хочу вас обратить, это интереснейшее, увлекательнейшее повествование, с которым мне удалось познакомиться в университете в Лондоне, когда я училась в магистратуре. Она называлась, чудесная магистратура, называлась Global Governance and Global Ethics, глобальное управление и глобальная этика. Что за зверь? Такое еще более сложно, чем межкультурная коммуникация. Пожалуй, не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но нам удалось познакомиться с трудами Питера Зингера, очень известный специалист, в том числе по этике, изначально биолог австралийский, который потом переключился на глобальные этические вопросы. И всячески рекомендую его труды, в том числе в некоторых российских НКО выходил, по-моему, в таких делах выходил перевод его популярных книг, и они доступны на русском языке. Я из его теории, в том числе в свое время, выполнила переделку в одно упражнение, которое использовала со своими участниками, коллегами, предпринимателями даже, от детей до взрослых, в общем, всячески пыталась эту историю применить на практику. Логика там такая. Давайте попробуем вместе с нашими слушателями сейчас выполнить этот ментальный эксперимент. Предлагаю обычно каждому в аудитории закрыть глаза, чтобы никто не боялся выражать свое этическое мнение, когда наблюдаем мы другими людьми. Я иногда даже сама предлагаю отвернуться, чтобы даже я не видела, кто как поднимает руки. Сама эта история с упражнением восходит к его знаменитой дилемме «Child in the pond» «Ребенок в пруду». Можете прям ее конкретно погуглить, это очень интересно и занимательно на нее посмотреть. Классическая дилемма Зингера выглядит следующим образом. Вы идете летним днем по пруду и видите, как с мостика в пруд упал ребенок. Вы спешите на работу, вам нужно заниматься своими делами. Каков ваш выбор? Подбежите ли вы к пруду в этом парке? Скинете ли вы с себя одежду? Начнете ли вы спасать этого ребенка? Чаще всего большинство людей даже с закрытыми глазами поднимают руку. Ну, естественно, я вижу, что ребенок тонет, кричит, плачет, особенно, если никого вокруг нет. Многие, правда, начинают задавать вопросы. А есть ли кто-то там возле пруда? А есть ли там спасатели? А другие люди? А вдруг есть те, кто никуда не спешит? Ну, допустим... А папа-мама, простите, куда смотрят? Хороший вопрос. А что это за родители такие? Что же это за мать там такая, которая недосмотрела? Абсолютно неважно. Во многих странах дети гуляют, начиная с 4-5 лет, без сопровождения родителей, и практически ничего с ними не случается. Большинство людей поднимают руку. Дальше задается ряд вопросов, которые немножко меняют условия этой игры. И, допустим, представим себе, что вы находитесь не рядом с прудом, а в 100 метрах от пруда. Побежите ли вы спасать этого ребёнка? Потратите ли вы это время? И так далее. А если вы спешите на самую важную встречу в своей карьере? Побежите ли вы спасать этого ребёнка? А если этот ребёнок темнокожий? А если вы узнали о том, что ребёнок тонет достаточно далеко от вас, то поедете ли вы помогать семье этого ребёнка? Или поедете ли вы обеспечивать какую-то поддержку тем детям, которые упали в этот пруд из-за того, что мост разломался, и несколько детей оказались в пруду, и так далее, и так далее. Мы меняем ряд условий, и выясняем, оказывается, что чем дальше психологически, эмоционально, этнически, географически, финансово мы находимся от этих тонущих детей, тем сложнее нам, и это совершенно естественно, предложить свою помощь и пожертвовать чем-то для нас значимым. Мне, кстати, очень интересно, что, когда я меняю этнический состав и говорю, например, это темнокожий ребёнок, или это ребёнок-американец, потому что он кричит не по-русски, а по-английски, многие дети, кстати, отказываются помогать и говорят, нет, американцам мы помогать не будем. Причём это достаточно давно я провожу этот эксперимент над детьми, ха-ха. Ну нет, в присутствии родителей чаще всего такие игрухи устраивала раньше. Удивительно, но вот дети так реагируют, воспринимая в том числе пропаганду ещё задолго до 2022 года. Так реагировали. Здесь мне хочется сказать, что это не факт, что пропаганда, но потому что Сапольск... Родительская пропаганда. Раз. И вторая история, мне кажется, ещё Сапольский писал в какой-то момент в книжке про subconscience уровень, когда мы реагируем на другого, а у детей в этом смысле в отсутствии развитой лобной доли и неокортекса они ещё не научаются толерантности. То есть с точки зрения Сапольски, толерантность – это скорее научаемый навык, чем встроенное качество. Абсолютно. Хотя это не консенсус, потому что есть альтернативная позиция, согласно которой как раз толерантность – это биологическое качество. Но здесь я плаваю. Ты знаешь, да, Сапольский, огромное тебе спасибо, что ты его вспомнил. Но тоже люблю его и смотреть, и слушать, и читать. Очень рекомендую нашим слушателям, заинтересованным в этой теме, побольше про него поизучать, поисследовать, потому что его... Некоторые вырезки я прям использую в мастер-классах, даю блок его материала на полторы-две минуты и предлагаю обсудить, как это действительно вяжется с межкультурной коммуникацией, потому что он очень много рассказывает о причинах разниц между разными культурами, исключительно за счёт того, что вот эта комьюнити жила на равнинной местности, а вот эта в горной. И как это через 300 лет проявилось в нашей культуре общения, поведения, счёта денег и прочее, прочее. И я обещала три провокационных тезиса, не отвечая и в то же время отвечая на твой вопрос. Я предлагаю на самом деле посмотреть по сторонам и подумать, каким образом люди на другом конце света влияли и влияют лично на вашу жизнь вне зависимости от того, где вы находитесь. Ну, грубо говоря, если мы возьмём Тимур, Тбилиси, страна, которая, с одной стороны, оказалась вот прямо здесь и сейчас домом для большого числа русскоязычных граждан в последние несколько месяцев. Казалось бы, россияне, которые находятся на достаточно большом расстоянии Тбилиси-Москва, не имеют практически никакого отношения к конкретной семье грузинской, которая жила себе, никакой беды не знала. И это вообще мы не говорим ещё про историю 2007-2009 года. Опуская это за скобки, возьмём вот только этот год. Посмотрим на то, как аукнулась этой семье приезд новых граждан или новых резидентов в их страну. С одной стороны, резко подскочил ценник на жильё, вроде как никто, ничего не предвещало беды. С другой стороны, в экономике появилась масса новых бизнесов и компаний, которые при этом обеспечили большой приток средств и большой приток налогов и большой приток новых кадров, который, опять же, изменил рынок труда каким-то образом. И это только один пример того, как люди на другом конце континента оказали существенное влияние здесь и сейчас на простую семью. А если мы посмотрим предметы, которыми эта семья пользуется, продукты, которые эта семья ест, колл-центры, которые эту семью обслуживают, если они вдруг хотят позвонить в какой-то колл-центр, который, скорее всего, может быть вынесен за пределы Грузии, если это русскоязычный или англоязычный саппорт. Я уже молчу про англоязычные страны, Великобританию, Америку, Австралию, Канаду и так далее, поскольку очевидная особенность — это наличие английского языка как государственного, то там аутсорс персонала, который работает во всех видах саппорта, не физически взаимодействуя с тобой, практически стопроцентный. То есть тебя обслуживают люди от Индии до Черногории, прошу прощения. И это глобальные цепочки поставок, это глобальный оборот человеческих ресурсов. Я думаю, что мы только в начале этого процесса, и мы только-только начинаем ощущать, как политические, социально-экономические процессы в одной точке напрямую начинают влиять на нас. И если в прошлом по-настоящему на нас влияли действительно только наши родственники, наше ближайшее окружение, наши ближайшие соседи, то теперь мы начинаем ощущать, как всё больше и больше круги начинают на нас влиять напрямую. И что интересно, совершенно логично, что, например, опять же, прошу прощения, что много скандинавских примеров привожу, но они здесь довольно показательные, я не могу. Так же, как и простой любой человек, я не могу оторваться от почвы, на которой сейчас нахожусь, они лезут ко мне в голову. I'm only human after all. Простите, пожалуйста, у меня тоже тут, значит, есть перекос. Как объясняют сами скандинавы, что такая высокая социальная обеспеченность, такое государство социального благоденствия, welfare state, почему такой уровень налогов, прости господи, 40, 50, 60% налогов скандинавы платят со своей заработной платы. Обнимемся, обнимемся, Кристина. Божечки, да, совершенно зашкальные цифры для российского обывателя. Да потому что, в конце концов, если мы не будем обеспечивать хорошую зарплату этому курьеру, неважно, местный он или приехал из Филиппины, или приехал из Анголы, этот курьер потом не сможет отправить детей в школу. Эти дети не смогут выучиться и найти нормальную работу. Эти дети будут оставлены на обочине общества. Они могут стать преступниками, они могут стать зависимыми, они могут стать угрозой для общества. А нам нужна сильная, процветающая экономика, чтобы я мог ходить по улицам, каждый мог ходить по улицам, и знал, что никто на него с ножом не набросится в попытках найти денег либо на очередную дозу, либо на выживание своих детей, которые сидят уже третий день без хлеба. И, соответственно, вот это распределение и забота обо всех гражданах вокруг так или иначе влияет на каждого. Поэтому в Скандинавии консенсусно принято решение максимально распределять богатство так, чтобы общество находилось в балансе, максимально обеспечивая безопасность и благоденствие каждого из членов, даже если это не человек из твоего подъезда, из твоего двора, из твоей семьи, даже не из твоей этнической религиозной группы. Оказывается, мы все взаимосвязаны. При этом Тимур говорил, неважно, где мы высадимся, в Пхукете, в Тбилиси или где-то еще. Тут последний, дам комментарий, третий с половиной тезис, который может помочь вам задуматься об этом. Сейчас существует концепция 24 часов на планете. То есть, по сути, если вы попробуете посмотреть и воспользоваться любым работающим на территории вашей страны поисковиком авиабилетов, вы увидите, что практически до любой точки на планете с аэропортом, практически, не до всех, но практически до крупных более или менее, можно добраться в течение 24 часов, совершив одну, две или три пересадки. Нет такого, что вам нужно было бы ждать. До крупного центра какого-то лететь трое суток. Или ехать в повозке на экипаже, или как-то еще, как это было раньше. Сейчас существуют амбициозные проекты. Их ни один и ни два, их гораздо больше. Проекты, которые позволяют обеспечить транспортную доступность от крупного центра до крупного центра, находящегося на водяном побережье, условно говоря, морском или океаническом, в течение шести часов. Не буду вдаваться в детали и подробности, тем более, что не помню технических деталей, но такие проекты существуют, строятся, обсуждаются. Представьте, насколько более связанным окажется мир, когда мы сможем добираться от Нью-Йорка до Гонконга за несколько часов. За буквально там 40 минут, по-моему, идет вот такая очень быстрая, интересная штуковина. Не буду называть, это не ракета, но какая-то такая очень экстравагантная конструкция. Видите, боюсь заходить в чужое поле и наступить там не на те грабли. Вот, надеюсь, что я своими ответами не смогла ответить полностью, чтобы у наших читателей, слушателей, зрителей был максимальный простор для собственного воображения в этом отношении. Звучит так, что скандинавские страны нашли какой-то рецепт, по крайней мере, локальный, который позволяет, с одной стороны, держать какой-то уровень преступности, при этом какой-то уровень благосостояния, какой-то уровень счастья, самоубийств. Ну, не знаю, то есть какой-то образ жизни, и внутри этого образа жизни как будто бы инструментом является снижение вот этого разрыва между самыми бедными и самыми богатыми, ну и как бы такой тонким слоем шоколада по всем когортам размазывания национального, по себе, господи, благосостояния. Что, как по твоим ощущениям, знания влияет на принятие других решений людьми? Когда решения на уровне страны, ну, в смысле, что мешает эту практику распространить на шарик? Ну, в смысле, у нас есть глобальный ВВП в виде какого-то количества триллионов долларов. Почему бы, зная, что есть такая классная практика, которая работает, не позаботиться и не размазать это все население мира? Про это невозможно договориться. Мы недостаточно договороспособны, как популяция. Мы все еще находимся в гипотезе, что ресурсов на всех недостаточно. И для того, чтобы сделать кому-то хорошо, нужно сделать себе плохо. Или своего рубашка быть же к телу. Ну, в общем, это суперпространное рассуждение. Это скорее гипотеза, потому что здесь нет одного прямого ответа. Это скорее мнение Кристины на эту тему. Мне хочется вклиниться с мнением. Интересно, как видит Кристина. Но у меня есть отсылка к World Value Survey. Это был мой следующий прям вот в ту сторону, в сторону ценностей. Хотел ввести спасибо, Маша. И в целом предыдущий твой вопрос я тоже вспомнила, но я решила, что я не буду вклиниваться. А тут раз уж я два раза вспомнила, но я не могу молчать. Чтобы в третий раз не вставать. Да. И суть в том, что есть исследование ценностей в разных странах, и вот есть условно развитые страны, условно развивающиеся страны. И переход из одной категории в другую происходит через наличие ценности безопасности. То есть когда у нации, у культуры, у страны закрыта базовая безопасность, и когда это переваливает за какое-то критическое значение, вот тогда, ну и тут, мне кажется, возьму на себя смелость провести аналогию с человеком. То есть в тот момент, когда у тебя закрыта базовая безопасность, ты начинаешь смотреть шире. И я бы так ответила на этот вопрос, хотя, сама себе возражу, иногда люди в целом закрывают, начинают жить из глобальных ценностей, ну, например, сортировка мусора, просто потому, что это уже находится в базовой культуре. То есть там, условно, у меня сейчас какой-то сложный период с точки зрения заработка, но мусор я все равно разделяю, условно говоря. Мне кажется, что глобально, глобально, вот если говорить об этой разнице, то мне кажется, что, ну, я ставлю вот на закрытую безопасность. Интересно, что ты, Кристина, думаешь про это? Безопасность versus пассионарии, в общем. Про пассионарий вообще давно считается лженаучной теорией, если ты относишься к Гумилёву. Ну ладно, так, с чего бы начать? Ням-ням-ням. Давай, прежде всего, отошлю тебя к чудесному произведению, написанному, насколько мне известно, пока только в электронной версии. Тоже исследователем, венчурным инвестором из Калифорнии. Она называется World After Capital – Мир после капитала. Не вспомню фамилию, к большому сожалению, но мы дадим обязательно ссылочку. Исследователь, который дал достаточно развернутую теорию того, что на самом деле ресурсов на всех хватает. Это, естественно, лишь теория, лишь гипотеза. Он большой приверженец universal basic income, универсальному базового дохода. И объясняет, что на самом деле, если справедливо распределить доходы между всеми на планете, то можно закрыть не один раз все базовые потребности человека, каждого на планете существующего сейчас. Дальше он очень долго и логично выстраивает дискурс того, что такое справедливость. И что значит справедливо распределить между всеми. Потому что это, на самом деле, ключевой вопрос. И спасибо Тимур, и спасибо Маше за то, что вы поднимаете вопрос ценностей. Здесь интересно то, что действительно, во-первых, существуют вот эти классные исследования, по-моему, уже седьмая волна исследования глобальных ценностей по разным странам проходит. И там удивительнейшие, любопытнейшие результаты можно подчеркнуть. Но очень давно в единственном на планете по-настоящему международном репрезентативном глобальном институте в Организации Объединенных Наций ведутся споры о том, что же такое универсальные человеческие ценности. До сих пор никто не может договориться. Отлично, отлично. У меня был вопрос, существуют ли они. Да, до сих пор не могут договориться. Считается, что Всемирная Декларация прав человека в ВДПЧ — это как бы консенсус в отношении того, что такое настоящие права человека. Но, с другой стороны, равные права, например, прошу прощения, опять мы не можем не вернуться к феминистической оптике. Женщины и мужчины в каждой стране просто понимаются по-разному. Пожалуйста, свобода выбора партнёра, свобода любить и так далее тоже, оказывается, в разных странах воспринимается по-разному. Вот, пожалуйста, ты в Саудовской Аравии, да ты люби, конечно, кого хочешь, но только так, как говорит Аллах. Потому что Аллах говорит вот так, и мы, извините, смертную казнь вводим за любую нетрадиционную форму любви кого-нибудь к кому-нибудь. Поэтому, с одной стороны, вроде как мы соблюдаем права человека, Всемирную Декларацию, просто мы понимаем её по-другому. Так вот, в вопросе тезиса этих интерпретаций находится одно из ключевых препятствий к вот этому общему уровню безопасности, если брать вот эту антологию. На самом деле, оснований для ответа на этот вопрос может быть очень много. В зависимости от того, как мы воспринимаем возможность равномерно, справедливо, корректно размазать вот этот слой шоколада на всех. Интересно, что, мне кажется, даже среди многих стран и культур найдётся немало голосов, которые скажут, что мы вот этой безопасной, спокойной, успешной, скучной, скандинавской, скучной, я сейчас показываю в кавычках, скандинавской жизни у себя не хотим. Но нам это не надо. Нам интереснее и бодрее, естественнее и веселее иметь иерархичное общество, в котором те, кто смог добиться власти, имеют гораздо больше, чем те, кто не смог её добиться. И в этом привлекательность и интерес жизни, бороться за что-то, иметь какой-то большой стимул культурно, это вот так сейчас воспринимается. То есть я вообще, с одной стороны, не уверена, что всем это надо, глубоко не уверена, вот это размазывание шоколада тонким слоем и применение вот этой практики на весь мир. И извините, я сегодня как-то очень сильно пошла по философам, хотя мы не планировали, но раз вы задаёте такие философские вопросы, у меня другого варианта нет. У Канта есть чудесное сочинение про, не назову точно, опять же, чувствую себя какой-то невыучившей урок школьницы, которая не может вспомнить кучу названий и кучу авторов. Но у него есть сочинение о мире, по-моему, о вечном мире оно называется, и опять же, давайте приведём потом точную формулировку. Я, кстати, проверила 38 тысяч украинских беженцев, вот в Дании корректная цифра. В сочинении Канта о вечном мире есть тезис о том, что он может быть обеспечен одним из условий, по-моему, там 7 условий выдвигается. В 18 веке человек писал, как бы, внимание, ни разу, блин, не выезжал из Кёнигсберга. Он уточнил, что одним из условий вечного мира и порядка на Земле является наличие отторжимой внешней международной власти. То есть только когда появится наднациональный институт управления, только тогда мы можем говорить о реальном эффективном распределении безопасности по планете и ненасилия, и отсутствии войны. И он говорит о том, что точно так же, как раньше каждая страна отказалась от анархии и воеводства полевых командиров в пользу одного носителя институционализированного насилия в лице государства, точно так же каждое государство должно отказаться от монополий на насилие у себя внутри и отдать часть этих полномочий внешнему органу, который по принципу справедливой ротации и управления будет являться таким сдерживающим звеном для предотвращения войн на Земле. Но в целом Организация Соединенных Наций с ее Советом Безопасности, правом ВЕТа и так далее, ротацией кадров внутри секретариата и была придумана как одна из форм сдерживания военной агрессии и сохранения порядка на планете. Как видите, что-то пошло не так. Спасибо, Кристина. Почему мы на этой грустной ноте будем заканчивать? Нет, слушай, мне кажется, нота не грустная. Мне кажется, нота классная. Какие выводы я делаю для себя вот к текущему моменту? Читайте философов, друзья, потому что мне кажется, что если бы туча классных идей, не факт, а факт, что среди философов нет консенсуса. Есть огромное количество разных представлений о том, как мир должен быть устроен. Идем мы к разобщению или наоборот объем этого разобщения снижается. Человек изначально был хорош, а потом его кто-то проклял или наоборот мы идем к вечному улучшению человека на протяжении всей истории человечества. Много разных представлений, но вывода у меня два. Первый, он про классные идеи в классных книжках, которые нужно закладывать к себе в голову для того, чтобы думать сильно дальше за пределами своего носа. Благо для этого много что, уже много тысяч лет умные люди про это пишут. Давайте, пожалуйста, на это опираться. Вторая идея, она про то, что она неожиданна сейчас для меня, неожиданна тем, что кажется хорошо, что мир разнообразный. И мне кажется, что глобализация и вот эта вот всеобщая связанность, которую так сильно, с моей точки зрения, подстегнула интернет, быстрый доступ другому человеку к вот этому видеозвонку, в котором мы разговариваем из трех стран мира, и к возможности когда-нибудь добраться из Нью-Йорка в Шанхай за 4 часа или за 6 часов или за 40 минут. Ну, в общем, сильно быстрее, чем сейчас. Все это работает на, конечно же, на связности, на то, что деньги, влияние, внимание перетекает намного быстрее. Но классно я сделал подводку к выводу. А вывод-то, Тимур, а вывод какой ты хотел вытащить? Он был такой классный. Я так им гордился. Куда ты убежал? Декабрь 22-го. Все, она просто заканчивается. Все просто. Я умею общаться, договариваться со своей памятью, и она меня иногда слушается. Мы в какой-то момент думали, и до сих пор в России, например, вводят стандарт такой школы, типа есть стандартная школа, и сейчас по всей России будут стандартные школы. А я придерживаюсь истории про необходимость разных школ, потому что люди разные, контексты разные, цели разные. И вообще хорошо, что люди разные. Хорошо, что мы хотим разного, потому что иначе было бы, с одной стороны, суперскучно, а с другой стороны, мне кажется, что в отсутствии какого-то идеологического разнообразия, биоразнообразия, мы все бы давно погибли. Так вот, кажется, что и классно, что страны есть разные, и кажется классно, что внутри этих стран есть разные идеологии. Одна моя часть, помните, Черчилль ржал про «дайте мне, пожалуйста, однорукого экономиста». В общем, я тот самый неоднорукий экономист, потому что с одной стороны, «дайте, пожалуйста, всеобщую связность и общие человеческие ценности, и, пожалуйста, не надо никого убивать». А с другой стороны, нет, ну подожди, все могут выбирать свое, и хорошо, что у человека есть свобода выбора. Вот, два вывода, которые у меня напрашиваются после сегодняшней дискуссии, и которые я себе отладываю на полях. Это про литературный клуб и про необходимость читать книжки. Второе, про свободу выбора и осознанность в позволении себе жить свою жизнь. Там-парам-пам. Да, я хочу поблагодарить Кристину очень, потому что у меня, я всегда была человеком, как я теперь понимаю, достаточно широко смотрящим на мир, даже если я о нем ничего не знаю. И мне всегда был интересен мир в целом. Но у меня очень много каких-то интуитивных ощущений, как должно быть. И вот там с понятием ценности я, например, познакомилась буквально там, может быть, пять лет назад, и это очень меня обогатило. А сегодня меня очень обогатила оптика, с помощью которой я могу смотреть на происходящее. Страшно благодарна тебе за эти имена, которые ты перечислила, и фокусы, и акценты, которые ты выставила для того, чтобы я могла найти подтверждение. И я думаю, что среди наших слушателей есть похожие на меня люди, которые чувствуют, как должно быть, но не могут это назвать и аргументировать. И вот мне кажется, я надеюсь, что благодаря сегодняшнему разговору не только я, но еще какое-то количество людей смогут найти в этих источниках аргументацию, как бы, а вот как оно все у меня на самом деле устроено. Потому что только когда ты можешь правильно назвать то, что ты исповедуешь, ты можешь это нести как-то дальше. Вот это очень большая ценность для меня. Спасибо тебе большое. О, спасибо, Маша. Спасибо, Тимур. Я на самом деле сделаю тоже краткую ремарку в конце. И поскольку мы начинали с того, что я не академик и не теоретик, а сугубо практик, я все-таки верну вас из книжек в реальность. Книжки — это, конечно, очень хорошо. Они позволяют сформулировать оптику и позволяют сформулировать осознанность какую-то в отношении терминологии и в отношении некоторых схем устройства, человеческой коммуникации и так далее. Но во всей своей работе с разными клиентами, с зарубежными, с российскими, я по большей части топлю за практическое применение. И на самом деле, когда работаю в воркшопах, в семинарах, в консультациях, я очень редко даю какие-то теоретические схемы, полю имена, шкалы графики и прочее. Прежде всего, я на каждый воркшоп привожу иностранцев. В онлайне это проще простого сделать. Я сажаю в наш Zoom, брифую, инструктирую и даю людям возможность на этом поле встретиться и поговорить, а потом получить безопасную обратную связь как от самого иностранца, так от меня и, естественно, от самого клиента отрефлексировать, а что сейчас произошло, как вот ваша коммуникация строилась. Вам реально кажется, что вы поняли друг друга и договорились или что-то пошло не так? И мне кажется, что вот в этой практике самые-то ценные зернышки и зарыты. Можно учитаться Канта, но при отсутствии реального взаимодействия с камбоджийцами и ланкийцами никогда не ощутить, а как по-другому эти люди смотрят на мир. Без того, чтобы пощупать школьный учебник со Шри-Ланки, никогда не поймешь, какими эти люди растут и как они растут. Удивительно, кстати, почему я привела этот пример. Вот у меня на столе сегодня лежал другой блокнот, я случайно его открыла, и там увидела листочек, вела на Шри-Ланке один воркшоп, и мне привезли флипчарт, завернутый в бумагу, как газету, знаете? У нас вот в газеты оборачивают какие-нибудь концы флипчарта, чтобы не помялись или не погнулись, пока его транспортируют там на мопедике. А там в старый учебник завернули. Очень обидно, конечно, больно. Мне прямо было, зачем-то учебник порвали. Но тем не менее. Я такая, о, это что такое? Тут птицы рыбы нарисованы. Мне говорят, да, это школьный учебник, начальный класс. Я такая, о, это у вас тут окружающий мир? Мне говорят, нет, это учебник для начальной школы. Я такая, это что такое вообще? Простите. Он говорит, ну у нас один учебник для начальной школы. Я такая, в смысле? Ну вот смотри, вот эта страничка с арифметикой, вот эта страничка окружающий мир, следующая страничка родная речь, Следующая страничка — базовая история какая-нибудь. И тут ты понимаешь, ба! Человек одну книжку открывает и всё из неё узнаёт. Это вообще про другое представление о мире. У тебя мир целостный какой-то, не знаю, гармонично, кругленький получается. Это я сейчас не в плюс и не в минус говорю. Просто вот такая особенность. Поэтому я вас призываю, дорогие друзья, с одной стороны, как можно больше попадать в эту практику. Да, для многих сейчас ограничены путешествия, для многих сейчас ограничена возможность общаться с иностранными коллегами. Но, во-первых, существует огромное количество электронных инструментов, которые позволяют вам от совместных игр в онлайн-пространстве, где вы общаетесь друг с другом во время рейдов, до прогулок по Google Maps, по чужим городам и весям, через спутник, подсмотреть, как выглядит эта жизнь. Существует масса способов прикоснуться к этому иностранному, другому, чужому... Чужому не хочется говорить, не люблю слово чужое... Другому пространству. Второе. Есть прекрасный способ отслеживать, отчекивать себя, проверять на предмет того, как вообще по-другому ещё бывает. Вот занимаетесь вы какой-то чудесной темой. Вот занимаетесь вы, например, настройкой безопасности у себя на заводе в Томске. И знаете, что есть такие-то, такие-то передовые практики. Вот вы инженер. И, допустим, так получилось, что у вас не было никакого международного образования, не хотелось вам, не было возможности, никогда родители вас, не знаю, не пинговали учить английский язык. Ну, так вышло. Попробуйте посмотреть, во-первых, хотя бы в переводном виде, а какие стандарты безопасности, помимо того, что указано в ISO, которое, скорее всего, у вас и так лежит на рабочем столе, какие практики ещё применяются в других странах, от Японии до Ирландии. Как минимум, есть масса переводных источников на русском языке. Как максимум, у вас есть автоматический перевод страниц Google Translate. Храни, боже, Google Translate, который я ненавижу как инструмент перевода, который портит вообще всем переводчикам жизнь, не потому что он убивает рабочие места, а потому что люди считают, что они там правильно сами перевели через Google Translate. И язык отказывается учить, потому что им кажется, что вот оно всё у них тут перед глазами. Но храни, боже, Google Translate с точки зрения несения знания в массы, потому что при помощи этого самого Google Translate инженер пошёл, посмотрел, проверил и увидел как минимум несколько новых способов внедрения практик безопасности в свою среду, в свой завод, в свой коллектив, в свою культуру. И поверьте, там очень много разных интересных практик, которые будут абсолютно релевантны для того, что мы бы назвали российской производственной культурой, кто-то назвал бы менталитетом, но это лженаучное слово, мы тоже не будем рекламировать его использовать, но тем не менее. И третье, наконец, мне очень хочется, чтобы вы смотрели на любую другую практику, неважно, где вы её встретите, в интернете, когда будете заниматься поиском и сверкой, в фильмах, в книгах, в общении с другими людьми во время вашего онлайн-рейда, на онлайн-конференции любителей вязания крестиком, где угодно, на каком угодно слёте Василис по обмену премудростями, где бы вы ни столкнулись с чем-то другим, пожалуйста, попробуйте, прежде чем дать этому оценку, просто посмотреть на это и принять безоценочно, что так бывает. Перед тем, как начать навязывать себе и окружающим какую-то оценочную точку зрения, говорить о том, что «не, ну это у албанцев прям по-тупому сделано, ну как можно было не догадаться, вот нормальную практику на рабочем месте вести, ну честное слово, ну как придурки, эти турки на базаре, орут, орут, ничего не слышно, какой в этом смысл?» Или «вот это я понимаю, японцы, вот это чистота, вот это лин на производстве, это я понимаю». Перед тем, как неважно положительную или отрицательную оценку дать этому явлению, попробуйте просто её обозначить, принять, но это уже, простите, из практик осознанности тоже, лезу не в свой огород и начинаю есть не свой хлеб. Но хочется, чтобы мы на это так тоже учились смотреть, потому что каким-то образом, внезапным, может быть, у нас какой-то такой механизм сокращения пребывания мысли в лобной доле, но тем не менее сразу хочется рубить какую-то оценку, сразу хочется навязывать какой-то шаблон и лейбл клеить. А давайте для начала просто присмотримся и будем повышать в себе эту чувствительность к чему-то другому. Аминь. Аминь, Крис. Спасибо тебе большое. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok